сейчас в осло золотая осень и я хотела бы показать вам этот город немного с другой стороны не таким каким его привыкли видеть видеть обычные туристы мы с вами увидим осло футуристический осло урбанистический осло веганский осло в условиях пандемии осло просто необычно и удивительно прекрасно ну что пойдемте со мной а Каштанчики, так давно не видела, кстати, каштанов. Вот они здесь везде болтаются, красота. Розы сентября. Еще одно веганское кафе. Сейчас пойду тестировать его. А это локальный рынок. Кстати, у нас, где я живу, в моей зоне таких нет. Поэтому хочу сходить полюбопытствовать, что здесь продают, кроме цветов. Я так понимаю, что здесь есть местные сезоны овощей и фруктов. Яблочки. Для украшений тыквы. Еще там какие-то у нас овощи, фрукты. Пойду там дальше посмотрю. А здесь норвежское мороженое. Цены бешеные. Написано, что стоит она... Подождите. 245 крон за лоток. То есть почти 25 евро. Затем брусника. Еще остатки черники. Еще брусника. 100 крон за килограмм. 10 евро. Мед. Капусточка. Еще в таком духе. А сейчас мы направляемся в другое веганское кафе. Оно должно находиться в самом конце этой улочки. Вот такая прекрасная осень. Вот оно называется Funky Fresh Foods. Хочу там тоже полюбопытствовать. Веганское кафе. Удивительный цвет. Такая насыщенность. Вот она жизнь. Не прилизанная никакая. Настаящая. Местная норвежца. Местная норвежца. В кавычках. Венстрая. Ну что, приближаемся к нашему домику анархистов, который называется Блиц. То есть это считается мекка всех лево-радикалов, коммунистов, социалистов и прочего-прочего, анархистов, начиная с 1982 года. Но сейчас уже это движение не так активно, поэтому... Поэтому уже немножко все это притупилось. Но отголоски еще остались. Видим начинание. Здесь, например, написано, что оккупация и блокада газа Израилем незаконно, и нечеловечно, и несправедливо. Ну что, вот и наше здание, которое называется Блицфюсе. Здание, с коем символизируется движение анархистов и лево-радикалов Норвегии. Сама эта организация возникла в 1982 году, но считается, что они проявляли насилие и вандализм, поэтому потихонечку их, конечно же, всех свернули. Но отголоски остались. Что самое интересное, что в одном из этих зданий, в принципе, провел детство Эдвард Мунк, и поэтому впоследствии здание анархистов отвоевали, и уже потом их облагородили, реабилитировали и сделали специальные квартиры для неимущих, а также типа музея, наверное, детства Мунк. Сейчас проверим. Нет, здесь просто оставили вывеску, что в этом доме проживал Эдвард Мунк. И вот такое соседство крутое. А сейчас мы с вами оказались в райончике, который называется Дамстреде. Это район с сохранившимися деревянными домиками. Они датируются обычно 19 веком. Очень милый райончик. Все аутентично, утопает в цветах и даже не верится, что мы в центре Осла. Пойдем, поэтому пойдем сейчас вот этой дорогой, вот в Дамстреде. Сейчас будем спускаться. Деревянный домик. Я сейчас верну на эту улочку. Я ее помню еще с летнего времени. Я ее помню еще с летнего времени. Я ее помню еще с летнего времени.